Ну что? Нахер Сардарова. Нахер Хача. Нахер эти старперские битву за хайп. Эй, эй, запускаем новое шоу. И это битва за хлеб, братва. Еееее. Стоп, нахуй. Вы тоже это видите? Битва за хлеб, братва. Еееее. Еее. Сука. Мне не показалось. Ребята, я давно готовился к этому. Ведь я, как супергерой, знал и прогнозировал, что этот день настанет. И это произошло. Теперь мы знаем точно. Все. Хач ебанулся совсем. Какие, блять, бомжи. Хочется тебе бомжей, но позови ты техника, как раньше. Что это за пиздец вообще, а? Мало кто знает, но у Билла есть прозвище. Кокос. Однажды он в очередной раз въебался на машине в столб, вылетел через лобовое и расколол свою башку напополам. И все охуели. Ведь оказалось, что внутри она пустая, как кокос. Поэтому к этому долбоебу претензий нет. Но ты, Хач, ты-то куда? Видимо, предпоследний нейрон в мозгах Амирана послал его нахуй, встал и вышел из черепной коробки. И остался только один маленький нейрончик, но ему полхуй. Ведь он отвечает за рекламу шаурмы. Знаете что? А возьму-ка я пример с того самого нейрона и тоже уйду. Все, блять. До свидания. В этой хуйне я участвовать не буду. Как тебе полное имя? Буров Леонид Владимирович. Статья, срок? 222. Вторая, 144. Ты сидел? Сидят куры в курятнике, а я отбывал. А как в хату заходить? В черную. Надо зайти, поздороваться, как положено. А в красную? А в красную я не пойду. По масти не положено. Ты не похож на бомжа. Что ты здесь делаешь? Папа я не пришел. А ты что закончил? Юрфак. Ты юрист? Да. Опа. Тебя как зовут? Он пернул, блять. Может, этот контент себе на канал заберет. Охуеть! Единственная светлая мысль в этой черной голове. Он сам вообще это понял? Скорее всего, нет. Пусть Билл вместе со своей битвой пиздует на свой канал. А Амиран продолжает делать свое хуевое шоу. Единственный красавчик это бомжи. Вот как надо жить, как мы. Они на этом хотя бы заработали. И, кстати, я не вернулся. Я просто забыл сигареты и случайно это увидел. Как сказал один очень умный человек. Ебитесь тут сами, а я пошел. Аривидерчи. Продолжаем разъебывать этот пьедестал. Переходим к следующей части. Эта часть, давайте поговорим о ТикТоке. Да! Это новое шоу Билла. И Джо Вида тоже. Амиран, блядь, скажи там что-нибудь. Новое шоу Билла и Джо Вида, да? Амиран, не надо копировать Мартиросяна, блядь, нахуй. Сидишь и пиздишь. И нельзя тебя ни въебать, ни ударить, блядь. Волосатый, скажи ему. Ой, он мне чай пошел делать, блядь. Пусть там делает сидит. Пришел себя попробовать в роли Мартиросяна. Посидеть по эту сторону. Посмотреть, что у них получится. Сила блогеров, знаете в чем? Они самородки. Импровизируют неплохо. Ловят момент. И на этом они хайпуют и стартуют. А минус блогеров, знаете в чем? Импровизируют, неорганизованы, ловят момент, не готовятся и делают все так на отъебись. Ну посмотрим, можно ли из этого сделать что-то более форматное и понятное. Ребята, давайте поговорим о тиктоке. Ты что думаешь по поводу тиктока? Ты там вообще зарегистрирован? Я допустим попу, я зарабатываю нормально и на инстаграме. Блядь. Вы ебывается, да, смотрите, блядь. Зарабатывает. Скоро ебальник отлетит он его, блядь. Ты бы с пиленем вышел. Брат, когда тебе по ебальнику дадут, блядь, клянусь, все кайфовать будет, ей богу. Праздник. Пиздец. Праздник, да? Джавид. Да. Тебе въебали инстаграм опять? Да, мне ебнули инстаграм уже месяца, блядь, гондон, уже месяц не возвращает. Я три месяца ждал. Да хуй с тобой, блядь, уже девять раз. Джавид, переходи в тикток, будешь озвучивать, блядь, вермишель свою там. Короче, у меня тикток интересный очень. Мой официальный аккаунт 60 тысяч подписчики. У фейка, блядь, 700 тысяч. Бля, я его рот ебал, блядь, кто так делает, блядь? Еще эти пидарасы, блядь, меня галочка не дает. Я, блядь, охуею, если еще, блядь, инстаграм верну, у какого-нибудь пидараса, блядь, галка есть, у меня нету, блядь, гондон, блядь. У меня больше, чем 300 штук фейки есть в инстаграме. Я уже заебался, блядь, никто не блокирует, ничего не делает, галка тоже не дает. Скоро приду, блядь, домой жену ебать, фейк будет тоже, блядь, ебаный, блядь. Ты на ютуб переходишь, да? Да. Кстати, ютуб канал новый появился, называется просто Джавид. Там один видео делал, кулинарный шоу, у меня на первый выпуск Моргенштерн пришел. Блядь, уже 3,5 миллиона просмотров собрал. Но это пока. Да иди нахуй, блядь, нормально там все будет. Чтобы, блядь, блогер, блядь, инстаграм или ютуб, нужно нормально контент делать, чтобы, блядь, тебя все смотрели. В тиктоке любой хуйня снял, блядь, уже топ отлетел. Все. Ну тоже, блядь. Там любой человек... Это тоже неправильно, Женя. Ой, там любой человек может почувствовать себя блогером, блядь. Это полная хуйня. Ну а какие серьезные рекламодатели придут в тикток, если там детская аудитория, по чему счету? Ну какой крем? Подушка, игрушка. Хорошо, а Газпром нефть туда придет? Нет. Ты о чем говоришь с Настей, блядь? Ну как бы... А Настя высоко берет сразу, да? Настя у нас стреляет, блядь, вообще по маговым. Нет, ну а серьезно, просто смотрите, понятно, что... Настя, ты по Газпрому интересуешься? Да, я по Газпрому. У тебя есть реклама Газпром нефти? Да, у меня есть. Я к тому, что это, ну, на детскую аудиторию рассчитана социальная сеть. У него нет большого будущего. Пожалуйста, на ютубе был канал Мистер Макс, пожалуйста, тоже на детскую. Там реклама была пиздец. Алекс Савко, который себя позиционирует как король тиктока, у него там 4,2 миллиона, он что, он зарабатывает? Он зарабатывает. Ну где он зарабатывает? Ты видишь, что он на Бентли гоняет, как ты? Я не на Бентли, я на Феррари. Ну неважно. Понимаешь, туда больше минуты смотреть эти видео невозможно, у меня кровь из глаз там никакого... То есть ты ненавидишь тикток, ты туда не пойдешь? Нет, я не... Смотрите, я... Клянись, блядь. Ни за что в жизни. Тебе удалили инстаграм, блядь. Я ни за что, я лучше... Если ты, блядь, появишься там, я тебе ебало набью, нахуй, блядь. Эдик, просто я, ну уже не в том возрасте, чтобы туда эти видео заливать. Тебе 28. Ну да, понятно, но... Ты в самом расцвете, блядь. Лучи солнца, блядь. Я как бы не то, чтобы сильно против, но это для подростков, это нормально, это окей. Почему бы не быть взрослым контентом? В чем проблема? Какой там взрослый контент можно делать за 15 секунд? Из этих трех платформ самая продуктивная – это YouTube. Там есть, чтобы подчеркнуть, это нынешнее телевидение. А TikTok – это, ну, оно настолько упрощает действия людей и не заставляет думать. То есть информация, блядь, подается просто в переваренном виде. Монентально. Ну нет там этой информации никакой. В Инстаграме ты можешь эстетическое удовольствие получать, там красивые фотографии, читать посты. На YouTube там можно фильмы снимать. Что в этом TikTok смотреть? Кровь из глаз просто. Единственная в мире колонка-трансформер. Axestyle Lemon – не детская музыка где угодно. Axestyle Lemon от компании Marvel – это две полноценные стереоколонки внутри одной. Смотрите, у каждой половинки магнитный крепеж, поэтому примагнитить музыку можно куда угодно. Хоть на капоте машины или на гаражном стеллаже, хоть дома на кухне или даже в ванной. Или пока за ноутом работаешь, можно слушать музыку. Недетская колонка-лимонка. И другие недетские аксессуары – Axestyle суперфишками. Пауэрбанки, наушники, колонки. Все это по ссылке в описании. Давайте тогда посмотрим на тех людей, кто именно в TikTok разъебывает и считает себя успешным молодым или молодой человеками. Первый у нас Женин Гуэн. 26 лет ему, живет в Москве. У него миллион семьсот подписчиков на YouTube. На каком YouTube, блядь? Ой, YouTube, блядь. Ебись, нахуй. Сюда отдай. Ай, еще раз запчу, пожалуйста. Бля, бля, нихуя гриб. Привет, как дела? Ладно, Миран. В общем, че-то я погорячился. Дошел до магазина и понял, что без твоих денег скоро сам стану гостем твоей битвы за хлеб. Хер сниму, а? Давай объявлю бомжей. Стоп! А где бомжи? Че это за пацан, а? Что тут вообще произошло? Бомжи че, как в аниме использовали суперсилу и трансформировались в японца? Давайте посмотрим дальше. Может, что-то станет понятней. Давай еще раз я говорю, я, блядь, сказал Ютуб, а не ТикТок. Да похуй сиди уже. ТикТок! Меня потом поправьте. Привет. Следующий, Джавид, всех представь. Давай, давай. Ну вот, теперь стало понятно. Стало понятно, что вообще нихуя не понятно. Почему Амиран орет из толчка? Что за хач вместо него? Почему Билни сейчас вместе с бомжами, а? Ай, столько вопросов. Ладно, давайте разбираться. Тема выпуска ТикТок. О, это я знаю. Это такие мятные конфетки. Но какой смысл делать из этого выпуск? Секунду. Ребята, хач точно пизданулся. Тут написано, что он пригласил блогеров из ТикТока. Блядь, что? Блогеров из мятных леденцов? Секунду. Сейчас прочитаю внимательней. О, ни хера себе. Оказывается, ТикТок — это приложение. И вот тот японец в этом приложении популярный. Ха. Охуеть. Вот это контент. Браво. Какая глубина. Какое исполнение. Шедевр. А я думал, проблема с водой в Африке. Но и в Корее, видимо, не все так гладко. Ну что ж, давайте посмотрим, что это вообще за блогеры из мятных леденцов. Встречайте, Женин Гуен. Клещевникова Ольга, 20 лет, Санкт-Петербург. Клещевникова Ольга, 20 лет, Санкт-Петербург. А почему вы, блядь, Грибу не аплодировали? Вот, долбанец. 37 миллиона подписчиков за нихуя, блядь. У меня на Ютубе меньше, ёп. Так, вот мы уже и знаем немного больше о ТикТоке. Там есть не только этот немытый кореец, а этих блогеров там, оказывается, дохуя. Следующий ТикТокер. Хотя она же девочка, значит, ТикТокерша. Блин, а как вообще правильно? ТикТокерка? ТикТокересса? Блин, какое сложное приложение. И сколько с ним заморочек. С Биллом вот всё понятно. Можно называть его либо Бил, либо долбоёб. И никакой путаницы. В общем, следующий пользователь приложения ТикТок, фух, выкрутился. Клещевникова Ольга. Посмотрим, что она делает. Нихрена себе! Слушайте, я бы на вашем месте у неё леденец забирать не стал. Надеюсь, её и в студии попросят сделать сайты или вертушку. И всё пойдёт не по плану. И она татями совершенно случайно раз 45 вырубит Бил и этого хача на минималках. Раз. Мечты. Встречайте! Клещевникова Ольга! Весёлое видео со спортивным уклоном. Можно попросить сделать сальто или шпагат. У нас следующий участник. Наталья Зеленова. 27 лет. Вместе с Симоняна Арсеном. Ему 29 лет. Настя, и теперь что-то попробуй пиздануть, блядь. 30 лет человеку скоро умирать. По тысячке сколько? АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Я. Только Симонян. Симонян, симка, сим-карта, неважно. Опа! А вот у нас и парочка. Встречайте. Семья тиктокеров. Хотя Арсен скорее тип чпокер. Ведь в отличие от 90% пользователей этого гов... Извините, приложение. У него хотя бы есть девушка. Арсена Симоняну 29 лет. Мда. Судя по фамилии, он армянин. И у его земляков к этому возрасту уже по 7 прибыльных бизнесов. Но Арсен тоже не промах. Он зарегистрировался в ТикТок. Хотя чему тут удивляться, Если учесть, что средний возраст пользователей ТикТок 15-18 лет, то Арсен нихуёво так запаздывает в развитии. Но ничего, к 35 сдаст ЕГЭ, а к 40, глядишь, и ларёк откроет. Мда. Как он вообще себе девушку-то нашёл? Его девушка Наталья Зеленова. Ей 27 лет. А всё, всё встало на свои места. Видимо, они одноклассники. И учатся в одном специальном классе для людей, которых оставляют на 8-й, блядь, год. Заебало ты училкам, нахуй. В общем, встречайте. Самая тянущаяся к знаниям пара. Арсен и Наталья. Подписчики сколько? У них на двоих 2,4 миллиона. Если вы разведётесь, как делить будете? У нас есть ещё разные каланты. Мы пока об этом не думаем. Серьёзно? Да. Семейная пара, которая снимает весёлые и социальные видео. Ну, это прикольно, да. Следующий у нас. Этого парня я знаю. Это Амир Чешуинов. 16 лет, Москва. 671 тысяча подписчиков кибать. Йоу. Ну, вот и подошёл к концу фестиваль подъёбов. Ведь на сцене появляется кавказец. Амир Чешуинов. А я покорно умолкаю. Стоп. Это что за Харли Квинн на минималках? Привет, друзья. Меня зовут Амир. Вот, ребята, наглядный пример того, что делает с людьми ТикТок. Амиру 16 лет. И у него уже есть всё, о чём мечтает каждая девушка. Каре, другой шпиц и раскрученный Инстаграм. Поэтому можно его считать сильным и независимым. А ведь ему всего 16. Очень надеюсь, что тиктоковских всё-таки будут призывать в армию. И через два года его заберут служить куда-нибудь в Читу. Там он поймёт, что противогаз – это не маска в снэпчате. Что лося можно увидеть не только на видосиках. За комментарии реально можно опиздюлиться. А сухпаёк лучше, чем тикток. Пиздец. Встречайте, Амир Чешуинов. А ты помнишь, когда ты только начинал снимать? Я твои видео смотрел, и ты мои смотрел. Да. Я тебе писал, короче, что я тебе снимал рекламу, когда у тебя была тысяча подписчиков. Я такой, ебать, ну остави хотя бы комментарии. И это правда, реально. Я оставлю, я оставлю. Я ты охуевшим стал, ебать. Сколько на ютюбе у него? Лям 300. Ну это ещё сосать малой, блядь. Следующий Макс Браун, 23 года, 3,9 миллион подписчиков. Е! А вот и первый тиктокер-бомж. Макс Браун. Худой, вечно ходит в разных кроссовках и постоянно поброшайничает. А это ещё раз доказывает, что денег в тиктоке нема. Так что скоро всех участников битвы за хлеб вы сможете увидеть на просторах этой замечательной платформы. А что, там тепло и музыка есть. Если ещё и наливают, то вообще курорт. Кстати, Макс единственный человек, которому завидует Анжелина Джоли. Вы видели его скулы? Это же не скулы, а гладильные доски. Туда можно Боинг посадить закрытыми глазами. Вот кто сыграл главную роль в мультике Муравей Анц. Слушай, братан, нахрен тебе этот тикток, а? Я знаю, где ты реальные деньги сможешь зарабатывать. Если ты ещё найдёшь бородатую бабу, то вас любой цирк с руками оторвёт. Ай, ладно, чё-то я переборщил, наверное. Как и природа с твоими скулами. Ай, да ладно тебе. Ай, большие скулы. Лучше, чем маленький член. Поэтому тебе повезло больше, чем Биллу. Встречайте, Макс Браун. Привет. Блин, братан, у тебя короткие такие, блядь, штаны. Короткие? Интересно. Хочешь на коленки садись? Давай я сюда сюда. Не, 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 не. Давай. Следующий, Юлиан Капицын. 33 года, 840 тысяч подписчиков. Твою мать, да сколько их ещё будет-то? Алло, Хач, у тебя диваны закончились, остановись. Что будет дальше-то, а? Типа, тема сегодняшнего выпуска Екатеринбург. И мы пригласили абсолютно всех жителей города. Встречайте, Дмитрий Самаркин, Виталий Караулов и так далее. Полтора миллиона человек, а? Ладно, похер. Давайте познакомимся с этим тиктокером. Юлиан Капицын. Давайте посмотрим, что он делает. Утром вы всей командой собираете очки, а вечером вы все в очко. О, понятно. Он парень, который переодевается в девушку. Вау, круто, свежо. КВНчики 97-го года сейчас где-то вытирают ностальгическую слезу платочками. Как это вообще произошло? Он как-то зашёл в магазин париков, примерил женский парик, посмотрел в зеркало и такой... Твою мать, я понял, ради чего я рождён. Ты не шлюха. Короче, я думаю, вы уже поняли, что это за тип. А я лучше поберегу силы на следующих. Хуево знает, сколько он их ещё наприглашал. Встречайте, Юлиан Капицын. У нас есть эксперты по тиктоку, которые... Нет! Чё? Ещё есть тиктокерши, которые просто не помещаются там, они на переднем ряду, представьте. А, типа рандомно, да? Понял, хорошо. Сейчас скажу, блядь. На тебе одну карточку, пиздонёшь. Толбоё, блядь. Ебать какие тёлки, ёбаны. Максим Алексеенко, 18 лет, 2,8 миллиона подписчиков. Йоу. Здорово. Максим. Диана Серикова, 19 лет, 2,8 миллиона подписчиков. Голая Екатерина... А, Голышева Екатерина. 17 лет, перь, 2,1. Я! Валентина Корноухова, 18 лет, полтора миллиона подписчиков. Красота. Танцы и юмор под музыку. Блядь, я хочу пиздец, как посмотреть, что вы столько делаете, блядь. Пиздец. Живолупова. Живолупова Анна, 22 года, 2,8 миллиона. Скетчи из жизни каждой девушки. Я! Никулин Денис, 16 лет, Москва, 2,2 миллиона. Забавные видео. Какие-то фрики, на пощётчине всех, нахуй. Кораблин Егор, 17 лет, Москва, 1,8 миллиона. В современной молодёжи и отношениях. Ладно. Ещё один юный тиктокер, у которого не растут усы, и ему пришлось выбрить полбашки. Зовут мальчишку Егорка Шип. Что можно рассказать про человека, про которого ты ещё и рассказывать нехрен? Ну, любит на перемене сбегать в столовку, покурить в туалете. Ну ладно, отвлёкся. Кстати, не перестаю восхищаться, хочу. Нет жены, сделаю проект, хочу невесту. Нет детей, сделаю выпуск про тикток. Хочу пожрать, шаурму открою. Скоро в туалет захочет сделать проект. А-а-а, точно! Хочу миллион же был! Вот реально высрал, так высрал. Кстати, нужно сегодня всё отснять побыстрее, а то за Егором скоро заедет мама. Ему на музыку надо ехать. Встречайте, Егорка Шип. И у нас ещё есть дочка того самого Дэдпула, который озвучит все наши выпуски. Ульяна Ивашенька, 17 лет. 1,7 миллиона подписчиков. Что, блин? Ой, в смысле, блин! Доча, ты здесь что делаешь? Вот уж не думал 10 лет назад, когда вышел в магазин и не вернулся, что мы встретимся именно здесь. Наверное, мама не отправилась забрать элементы. Так-так-так-так-так, а где здесь чёрный ход? Вот, ладно, на самом деле никуда я не уходил, и у нас отличная семья. Что вам рассказать про мою девочку? Прекрасная дочь, отлично учится, читает книги, ходит папе за пивком. Ой, это, наверное, зря сказал. Ходит маме за пивком. Да, так лучше. И вообще очень воспитанная. Но тогда какого хрена? Ты сейчас не на подготовке к ЕГЭ здесь, а? Что? 1,7 миллионов подписчиков? Это получается, ты уже зарабатываешь деньги? А ну-ка, верни-ка, сэр, который я дал тебе на репетитора. Доча, заявляю на весь Ютуб. Сотка в месяц, и папа разрешает гулять допоздна и даже выпить пивасик. Но это отдельный прайс. Вы не подумайте, я не злой батя и всё такое, но мне не очень хочется, чтобы после школы моя дочь шла к какому-то хочу-его-другу-долбоёбу. Встречайте, моя маленькая девочка Ульяна. Бел, скажешь ей хоть слово, отрублю письон. Анна Ищук, 19 лет, 2,3 миллиона, забавные видео. Гаврилина Юлия, 17 лет, Москва, 778 тысяч подписчиков. Гаврилина, ну там у тебя даже миллиона нет, в принципе, поп. Гаврилина Юлия, 17 лет, 778, почему не отрубили? А, не обращай внимания, она, блядь, обиделась. Она не обиделась. Он заплакал, блядь, еблый, дай вам пошахнуть. Кандом, блядь. Тишина, ты почему до слёз её довёл? Серьёзно? А что ты сказал? Я перепутал фамилию неправильно сразу. Они пизди, блядь. А, нет, я сказал, нету миллиона, типа, и... Блядь. Бел, ну ты нормальный человек, ну ребёнка плачет. А я откуда знал, что она обиделась? Ну что, ты, конечно, урод. Дай ей микрофон, блядь. Дай ей микрофон. Юлия, ещё раз привет. Юлия, привет. Во-первых, редакторы, почему не написали миллион, там чуть-чуть оставалось. Написали ровно 778 тысяч и 7. Ровно. Спроси, что плачет. Что случилось? Это слёзы радости, блядь. Много раз я понеслась. Что случилось? Да я не знаю. Хочешь отмечить тебя? Хороший ход, отмечу. Реально, прямо сейчас. Только ты не обижайся, я тебя прямо так снимаю. Прямо экспромтом, договорились? Не оскорбляй только. Да. Ребята, на шоу прямо сейчас я перепутал, сколько подписчиков у девушки. Она заплакала, я случайно. Вот это Юлия. У неё 800 тысяч, я сказал, что миллион, она обиделась. Я её выкладываю, подпишитесь на неё, пожалуйста. Сейчас не выкладывай. Вот как хитрый, блядь. Ладно, я сохраню, потом выложу. Спасибо, что спас, Амиран. Давайте ещё раз перепишем. Представить заново, нормально. Давай, давай. Гаврилова Юлия, 17 лет, Москва. А, нет. Гаврилина. Тихо. Гаврилина Юлия, 17 лет, Москва. 778 тысяч и 7 подписчиков. Скетчи из жизни. Извини, пожалуйста, я просто привык с бомжами работать. Честно скажу, чуть-чуть не прочувствовал. Всё нормально. Ребята, вы все в ТикТоке, правильно? Да. Нет. Ты не в ТикТоке? Ну, чуть-чуть. Что чуть-чуть, блядь? Что-то такое охуевшее, блядь. Чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, блядь. Нахуй ты туда зашёл? Я везде по чуть-чуть. Тебе для чего это? Ты зарабатываешь на ТикТоке? Чего я там не заработал ничего. Хотел бы заработать? Ну да. А почему не заработал? Нет рекламы? Нету. Почему? Да потому что ТикТоке уебанская хуйня. Потому что ты, блядь, посмотри на себя перекрашенный. Почему, почему уебанская уточни? Да потому что рекламы там нет. А нахуй ты там сидишь? Нет рекламы. Ты просто пиздюк. Вот гриб зарабатывает, да? Я зарабатываю бабки. Что зарабатываешь? Что, бабки. В ТикТоке? В ТикТоке, да. Сколько ты зарабатываешь? Не, ну по факту, смотри, ты назвала мира пиздюком, то, что у него не берут рекламу, да? Сколько ты зарабатываешь с тиктока? Один пост от 100 тысяч рублей у меня Бля, пацаны, попиздитесь, пожалуйста Смотри, у тебя один пост от 100 тысяч рублей Сколько у тебя этих постов в месяц? Сколько ты зарабатываешь? 200 тысяч рублей в месяц с тиктока Тебе 30 лет, и ты этим гордишься? Бля, нихуя лимон Раунд! Не, ну ебать! Тихо, нет, я про то, что Я про то, что ты только что оскорбил моего друга А сам ты, блядь, нихуя не делаешь Ты тоже тикток, который не заработал Ты сейчас гонишь Я потому, я создал тикток Отвечаю, у меня была цель Там парень один, ну прям А можешь капюшон снять? Капюшон, спасибо А, ну все, можешь надеть капюшон назад Надень капюшон, не разговаривай с ним, гриф Это пиздец Это пиздаль, бать Смотри, по фактам Я создал тикток, просто у меня была цель Ты создал тикток? Обогнать чувака Так он создал тикток, блядь, ты поняла? Смотри, помимо того, помимо того У меня есть инстаграм Там 800 тысяч аудиторий Ты понял, нахуй? Как тебя зовут? Егор Дайте Егору сказать, пожалуйста Понял? Давай, жги, бро. 800 тысяч аудитории Инстаграм, там 900 тысяч Ютуб, но это неважно. Я создал ТикТок, просто у меня была цель обогнать одного парня. Я его обогнал. Я тоже зарабатываю с ТикТока определенные деньги. Там тоже пост от 60-70 тысяч. Но это не повод гордиться и сидеть засирать чувака, которому нахер от ТикТок. Смотри. ТикТок не встрался, потому что он в 5 раз зарабатывает больше, чем ты с Ютуба. Контраргумент, гриб, хуярь. Я говорю, что он не зарабатывает на ТикТоке. Мы сейчас про другое говорим? О чем вообще, блядь? Про ТикТок, блядь, хорошо. Да, бля, он начал Инстаграм говорить, короче, речь про ТикТок. Он зарабатывает, он говорит, не зарабатывает. Все. Если на этой платформе так плохо зарабатывается, для чего вы там, зачем вы время тратите? Подожди, с Инстаграмом было то же самое. Я больше Инстаграмер, чем ТикТокер. Я выкладываю из Инстаграм ролики в ТикТок, и они сами набирают. За три месяца мы набрали 900 тысяч подписчиков. Ничего для ТикТока не делая, не захожу туда. Я выкладываю просто ролики раз в неделю, все, что я делаю. И они сами набирают? Они сами набирают, набирают до пяти миллионов. И меня ТикТок стал отдушиной, очень большой, потому что Инстаграм, она такая кокетливая сучка уже стала, которая может там правила свои качать, в банк тебя отправлять. По непонятным причинам это все делают. А ТикТок такой брутальный, блядь. Можем, блядь, 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 ебаный, блядь, вот такая хуйня, ой, ой, блядь. Инстаграм был такой же в начале, когда появился. И те, кто появился в начале, Галич, Ивлеева и так далее, они собрали прям самые сливки, потому что они были первые. Но они пришли туда во сколько? Часом восемь, блядь. В 16-15 лет. Прошло 3-4 года, люди выросли до 18, они стали интересны рекламодателям, как публика. У ТикТока тоже то же самое. Ну окей, чем ТикТок лучше, чем Инстаграм или Ютуб? Тем, что он пока что честнее. Нас Инстаграм банило, мы 2 месяца сидели просто с 1%, не попадали в интересное. Начали выкладывать ТикТок, ТикТок стал расти. И из ТикТока пошли в Инстаграм, и мы в Инстаграм тоже за 3 месяца выросли еще плюс 500 тысяч. ТикТоки вообще, вот смотри, ты снимаешь много контента, это сложно? Пиздец. Пожалуйста, я уже... И нахер не надо, блядь, снимать какой-то контент. Они просто возле зеркала встали, потанцевали, подвигались под музыку. Подожди. Мы засираем и не признаем ТикТок, а есть вероятность, что потом мы с Биллом будем просто сидеть и не понимать, куда себя деть вообще. А вот ребята, которые здесь все сидят, это будущее может быть. Но согласись, там будет проще, там очень просто все, и там не нужно думать практически. Да, иногда юмор где-то упрощается. Формы сжимаются, становятся короче, быстрее, по щелчку пальца, чтобы ты смотрел, вот очень быстрая динамика. Раз посмотрел, поржал, пошел дальше и забыл про это. Но реально, если посмотреть паблики, инстаграм сейчас популярные, там птенцов и так далее, которые постят популярные видосы, у них куча всего из ТикТока. Да, но зато комментарии, блядь, ебаный вырод, заебалят ТикТоком, блядь, заебалят ухуйню выкладки. ТикТок, само название, да, ТикТок. Время, энергия. Время энергичное. Я думаю, просто пизданули что-нибудь. Смотри, второй момент, да, почему это появилось и почему многие там засирают ТикТок. Первое, возможность, возможность любому человеку, любому человеку, да, дайте сказать ему. Извини, у нас разные ролики. А вы чувствуете зависть Эдуарда, чувствуете, да, что у нас облегченный контент, а у него сложный. Он ирана еще сложнее, блядь. Ну, просто ТикТок дает возможность с нуля, без финансов, неважно, дома один, ты не у всех есть, там, давайте так откровенно, очень часто встречаюсь в комментариях, когда человек говорит, это моя жизнь, там, меня там обижают, или я один по жизни. Тогда что остается этому человеку делать? Просто взять камеру и попробовать. Вот и все. Это начало. Рэпер. С какого хуя тогда? Арсен. Почти одно и то же. Лех, Арсен. Почему тогда люди смотрят ТикТок, неужели там настолько интересно все? Там разные ролики. Там есть разное, несколько форматов. Ну, к примеру, один, к примеру, покажи, что там есть. Давай я покажу. Покажи. Какой? Виски, кола, королева, паскала. Все, ебать, все. Пиздец, вот это хуйня. Вы просто берете популярный трек, ебашите под него, блядь, он выстреливает. А на Ютуб берешь популярный трек, тебе, блядь, видос удаляют, нахуй, блядь. ТикТок построен на челлендже. И фишка в том, чтобы как раз повторять. Задавать тренды. Ты можешь делать, как задавать тренды, так же и повторять этот тренд. Я с 2013 года, как познакомилась с Ютубом, очень хотела стать блогером. Это стало моей целью, мечтой, все такое. Это дочка, да, фу. Мой папа хорошо разбирается в этой теме, он мне постоянно давал советы, в какую сторону мне лучше развиваться. И я года с 14 по 18 регулярно делала видеоролики на Ютуб. Не было никакой отдачи. За 4 года 2000 подписчиков по 500 просмотров на видеороликов появляется ТикТок. Мне дарят телефон. И я начинаю снимать видеоролики чисто для себя, знаете, самолюбование, вот я там такая прикольная, самооценка поднимается. И осенью, помню, переломный момент, когда мои видеоролики каким-то непонятным образом начали попадать в рекомендации. Ульяна, сейчас у тебя поперло? У меня поперло 2 года назад, год назад, правильно. А скажи, пожалуйста, а тебе нравится то, что делает папа у нас на канале? Да, конечно. Ну, смешно тебе? Да. А можно тебя попросить кое о чем? Да. А попроси папу сделать скидку, я скоро разорюсь, блядь. Пап, пожалуйста, где, куда мне смотреть? Направо, направо, да. Папуля, умоляю тебя, мы и так богаты, мы хорошо живем. Черные краты. Богаты. Пусть за каждую минуту по косарю скинет хотя бы. Я тебе 50% от ТикТока своего заработка буду отдавать. Есть тот, кто занимается ТикТоком и может показать наглядно, как это выглядит. В каком смысле показать, как это выглядит? Ну, смолчируем. Да, мы смолчируем, да. Они разные ТикТоки. Ну, я-то, я, во-первых... Вот это вот, и то, что она снимает, это абсолютно разно. Я снимаю просто комедии. Это, знаете, встаете такие, трясетесь, типа, ха-ха-ха, сверху шутка в виде текста висит. Все, да? Да. Все. В большинстве случаев, кстати... Победа! Миллион просмотров. В большинстве случаев шутки берутся из паблика ВКонтакте, из каких-то историй жизни. Мемы ВК тоже самое, блядь. Показывают другим, да, все. Там постоянно даже в комментариях пишут, я это ВК два года назад там видел, и все такое. Здесь все так просто. Это даже не скрывается. В этом и есть прикол, там. Один делал, другой такой же делал, третий такой же, и все, тренд. Пиздец. Джавид, а ты почему не в тиктоке? Ай, брат, я тебе говорю, блядь. Меня тикток сделали, у меня там 60 тысяч подписчиков, у фейка, бля, уже 700 тысяч. Так, профиарь, скажи свое название тикток, мы сейчас выведем. Ай, там фейки много, и тоже мое имя все заняли. Я хотел написать, Рустам Майер официал. Тоже заняли, я написал, Рустам Майер официант. И, блядь, меня одобрили, и там 30 дней нельзя менять. Ты можешь попросить, вот здесь есть партнер тиктока, они могут тебе дать твое имя, забрать официальную другую, и верификацию дать. Надо галочку этих гандонов удалять оттуда. Представляешь, у меня там 100 тысяч лайки, блядь, у них там 4 миллиона, 5 миллиона. Видимо, он раньше тебя туда залетел. Пошел нахуй, блядь. Джига, привет. Привет, Бруно, Бруно, Бруно. Че, а как ты ушел с Блэкстара, все нормально? Ребят, тикток это будущее, ну деградированное будущее, 100% деградированное. Потому что там полная хуйня. Хорошо, а для чего туда приходят инстаграмные блогеры? Для того, чтобы больше, стать более медийным, правильно? Неправда. А аудитория, они тащат откуда из тиктока в инстаграм? А неизвестно, живая там аудитория или не живая, тоже непонятно. Может, это реально стоит накрутка. Это в инстаграме накрутка есть, а в тиктоке накрутки нет. Неизвестно, может сам тикток делает для того, чтобы больше туда пришло народу. Это тоже может быть, мы не знаем, что там происходит. Понятно, а передай микрофон. Вот она говорит, что медийность дает, например, давай вопрос, у тебя 3 миллиона, правильно? У Гриба сколько? 1,8 миллиона. 1,8. У Амира 600. Зрители вопрос, вы знаете его кто-нибудь? Я вообще никого не знаю нахуй. Поднимите руки. Амира? Ну Амира я знаю. Вот ответ. Понимаешь, тут такая хуйня. Я все думаю и постоянно размышляю по поводу тех, кто, почему я там не зарегистрировался, хотя мог бы и разъебать, ну, по-честному, мог бы там разъебать, нехуй делать. Мне просто интересно, сложно ли там делать качественный контент? Это от тебя зависит, то, какой формат ты для себя выберешь. Это твой формат, ты выбираешь сам. И то, что ты будешь качать. Смотри, разница есть между, блядь, легким контентом и сложным, если они одинаково набирают. В чем смысл? Да, мы согласны, да. В чем смысл делать сложно? А ты не замечаешь, что контента и в ютубе, и в инстаграме, да, все как-то упрощается? Вот почему нас это привлекло? Ужесточается, не упрощается, а ужесточается. Жестче и жестче, блядь. Каждый сториз мне удаляют за просто так. Он имеет в виду, что сам контент становится проще и доступнее даже для ребенка. Тик-ток, по сути, может даже ребенок вести. Нет, просто каждый выбирает свой формат. Кто-то снимает социалки, кто-то снимает там юмор. Сколько макцам можно там писать? А? Минута, две, сколько? Ну, лучше до минуты. Вот мы пришли в январь-феврале, контент был в основном липсинг, просто поющий караоке под какой-то песню. Ну, или там примитивные движения. За два месяца сколько вы набрали? Сто тысяч где-то, сто. Но мы делали другое. Мы вышли на улицу и начали какие-то фишки придумывать, понимаешь? Адаптировать это на двоих. Контент начал меняться. И сейчас, если ты посмотришь, уже русское, именно если мы берем русских, уже меняется контент. То есть сейчас не просто люди сидят, а уже что-то делают. Уже выходят на улицу, снимают в торговых центрах и так далее. Эволюция площадки идет. Скажи, пожалуйста, что, например, можно снять? Все, что хочешь. Вот вы пара. Что вы снимаете? Смешные ролики, социальные ролики. Смешные ролики, понятие растяжимое. Что конкретно? Например, со смешной концовкой. Можем переиграть социалку, когда все грустно-грустно, и в конце бац, и она... Как в Инстаграме, фактически. Ну, типа да. Только без слов. Тикток это музыкальная платформа. Многие путают, что вот я видео выложил, и давай мне миллионы просмотров. Фишка, почему треки такие популярные в ВКонтакте, да? Потому что как раз... А мне кажется, что из-за треков там все так заебись. Вам так не кажется? Нет, потому что сюда приходят рекламодатели, вот тут кто-то говорил о том, что нету, не приходят. Могу так сказать. Пришли мы в январе, когда мы набрали первые там 250 тысяч, все, сразу полетели там. Компании. То есть даже с 250 тысяч ты уже можешь потихонечку начинать зарабатывать. Это не много. Нормальные деньги. Нет, не нормальные. Тысяч 10 пока начать. Те, кто не хочет ебашить настройки, переходите в ТикТок. Прикинь, настройки кирпичи перекидывают под музыку. Ну это же тоже выгодно. А теперь смотри, ты говоришь о том, что, да, ТикТок такой плохой. Тебе никто не мешает перегнать аудиторию на другие платформы? Как раз то, что делают сейчас инстаграмщики и ютюберы. Они приходят, забирают аудиторию. 500 тысяч, 400 тысяч. Вот один ролик я закидываю в ТикТок, нажимаю там продолжение в Инстаграме, да. Все, и у меня 20 тысяч. ТикТок идет, да, в Инстаграм. По поводу Арсена Натали, они реально начали потихоньку эволюционировать эту платформу. Типа в настоящий момент она говно, реально. Вот, но кто знает, что будет дальше? Начнем с Эдика. Ну вы помните, ну, типа он ходил по улице, словим чьи да. Начинали все с какого-то дерьма. Найдется человек, который потихоньку... Это не дерьмо, блять. А? М? Почему вы ставите вопрос, как будто это проблема? Ну, ТикТок, что это деградационное, ну, что такого? Нет, я так не сказал. Мне просто интересно, если бы, вот прикинь, если бы вы так быстро не набирали там аудиторию, сидели бы вы там? Мне кажется, нет. Так что в этом плохого? Нет, нет, если здесь цели разные у всех, кто-то хочет зарабатывать. Кто-то начинает чувствовать себя уверенными, подростки становятся обычными, они были какими-то социально загнанными, а сейчас, когда они развиваются в этой платформе, набирают подписчиков в свою аудиторию, они становятся в себе уверенными. Возможно. Первое, вы сидите как старперы просто и засираете малых, серьезно. Не, я нормально, брат. Вот просто как старперы, стопудово. И тебя мы там увидим, это сто процентов. Да ты можешь креститься, я... Да я и сказал, да. Все мы там будем рано или поздно. Второе, вот отвечу девушке, что ты говоришь, ребята становятся уверены. Ребята становятся вот такие самоуверенные. Он наехал на пацана, говорит, что-то ты там на него выеб... Он вообще ему ни слова не сказал, ни слова он ему, он его не засирал, вообще не засирал. И что, если бы ты мне это сказал, я бы тебя в угол за ухо поставил. Или бы в клетку нахуй. Эдди, а что в этом плохого? Ты же не знаешь, как это потом на них скажется. А как это скажется, Амиран? Ты вспомни себя, я помню себя, в его возрасте я был задрот, запуганный, из туалета не выходил, когда гости приходили, блядь. А ты какой был? А сейчас ты где сидишь? В очке. Пусть они подают только хороший пример, дай бог, я не против. Ой, у нас есть эксперт по тиктоку, который работает. Денис, как там? Зеленова. Как? Зелебоба. Зелепопа, да. Короче, Денис. Да, меня зовут Денис Козьминых, мы запустили продюсерский центр именно в тиктоке. На подсосе сидишь там? Я? Нет, я основатель компании нашей. Вопросов нет. А отчество как ваше, Денис? Георгиевич. Денис Георгиевич. Денис Георгиевич, окей. Вот, и мы действительно сейчас рассматриваем тикток площадку как самую перспективную платформу. Рассматривайте, молодцы. Китайцы туда вкладывают миллиарды, я слышал, очень много денег. Вот как только они перестанут вкладывать, что будет с тиктоком и какие сейчас суммы вкладываются на Россию? Вы должны понять, что 1,6 миллиарда сейчас установок на сегодняшний день у тиктока. Он обогнал практически все платформы, поэтому тикток сейчас агрессивно растет. Он в 150 странах находится и в России больше 10 миллионов установок тиктока. А пользователей? Ну, ежемесячно, то есть если брать, скажем, интеграции рекламные в тикток, то сам тикток обещает гарантированно уникальных просмотров 4 миллиона на данный момент. А как может сам тикток обещать? Он что, сам накручивает просмотры? У них есть гарантия, они сделают своими всеми активностями, потому что подключаются все топовые блогеры тиктока, там до 45, к примеру, блогеров, которые запускают челлендж. То есть гарантированно, тикток гарантирует где-то 4 миллиона, и после этого еще гарантированно эти блогеры дают еще где-то 4 миллиона. Практически все пользователи тиктока увидят рекламу. Будет ли монетизация в тиктоке? Конечно, но один хэштег челлендж стоит 150 тысяч долларов. То есть мы сейчас уже договорились с 10 челленджем запуском, 10 челленджем это на полтора миллиона долларов. То есть это практически поучаствует несколько сотен тиктокеров, блогеров. А есть какой-то план развития платформы? Конечно, конечно. Джан Имин, который основатель ByDance. Инь Янь? Джан Имин. Он основал, собственно говоря, ByDance компанию, которая сделала тикток и поглотила Musical.ly. И она стала самым популярным. Сколько ему лет? 15? Какая целевая аудитория в тиктоке просто интересная? Школота и студенты, то есть масс-маркет. Вот ты говоришь про челленджи, да? Да. А вот самодостаточным, вот самостоятельным может быть тиктокер, чтобы потом зарабатывать? Если да, то на чем? На данный момент пока что еще мало зарабатывает тиктокер. Будем откровенно честны в этом плане. То есть пока что все перенаправления идут на Инстаграм. Инстаграм приносит больше денег, естественно, для тиктокеров. Но уверяю вас, пройдет еще чуть-чуть времени, год-два. Мы уже сейчас готовим большие рекламные интеграции в тиктоке. Более того, мы запускаем центр с января месяца, где будем подписывать тиктокеров, будущих миллионеров и миллионников. Как они будут зарабатывать сами? Зарабатывать они будут через наш, ну, через агенцию. Через тебя, да? Через меня, да. Вот запомните его. Этот парень будет брать ваши деньги. Будет ли что-то новое не только под музыку? Сейчас эра коротких видео, то есть люди экономят время. Тикток имеет очень высокий retention rate. То есть в день открывается 7 раз, открывается средний пользователь, открывает тикток. Проводит около 40 минут ежедневно в тиктоке. Липсинки и там еще прочее. Набирает супер высокую вероальность. Такого нет ни на одной другой платформе в мире. Мы ничего не поняли, объяснишь. Говорит, люди время экономят, поэтому маленькие видео снимают. А сами, блядь, час целый сидят вот так далее. Откройте тикток и через пару-тройку дней он сгенерирует для вас правильный контент. Это единственная платформа, которая генерирует контент, показывает только по вашим рекомендациям. Скажи, пожалуйста, вот сколько через год ты планируешь заработать, твоя компания? Сколько заработает? Через два года, если у нас финансовая модель. Сколько? 300. 300 миллионов рублей. А, миллионы. 300 миллионов рублей через два года. Это прибыль будет? Это прибыль, да. А из чего вы заработаете столько? Я могу кинуть финансовую модель, можно по ней посмотреть. Просто вкратце расскажи, откуда эти деньги будут? Часть будет тиктокеров, часть будет артистов. Потому что тикток-платформа для еще запуска треков. Все последние треки взлетают на тиктоке. Потому что это супервирусная платформа. Есть понятная монетизация. По пессимистичным прогнозам мы сможем получить валовый доход 500 миллионов. Из них 300 миллионов может оказаться наша пимля. То есть через рекламные кампании, которые вы будете запускать через своих тиктокеров, кто подписан на вас? Да, да. Скажи, есть ли проблема? Вот они все в основном несовершеннолетние. Как ты с ними работаешь? С сопровождением взрослых. То есть контракт подписываем с их родителями. Денис, у меня вопрос такой. Смотри, ты говоришь это. Музыка там, да, новая идет? Кто есть, выпускает музыку? Warner, кто Sony? Текила. А подожди, ебану, Sony. Они все говорят, потом треки удаляют. Потому что тикток не монетизирует ничего им. Они обижаются на это, треки удаляют? Вопросы не понял. То есть типа лядь. Объясни, пожалуйста. Чего не удаляет? Тикток, наоборот, активно поддерживает артистов, музыкантов. Да, а то, кто... Возьмите Мия Бойка, которая сейчас летела благодаря... Артист, артист через кого выпускается? Sony, Warner, Аня? Подождите, Мия вот эта Бойка. Мия Бойка зашла, мы даже ее верифицировали аккаунт в Тиктоке. Она зашла в Тикток, через два месяца набрала почти 600 миллионов. Вы считаете, что это Тикток ее продвинуло, а не продюсеры Текила? У Тиктока сильная вероальность. Мама не в курсе, что мы с тобой... Это просто начало очень сильный UGC. А мне кажется, что этот трек хороший просто? Что-что? Что это хороший просто трек. Адидас, ананас, у нее почти 100 тысяч UGC. Если кто понимает, это очень круто. Это очень много. Адидас, ананас? Там, блядь, там... Блядь, знаешь, какой Тереки? Знаешь, какой Тереки заходит туда? Да, 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 нет. Адидас, ананас. Такая хуйня, блядь. Каждый раз мы бы, блядь... Бля, я, походу, буду легендой, блядь. Хочу затронуть вопрос по поводу ограничения блогеров. То есть, если мы затрагиваем YouTube блогеров, то они могут работать с кем хотят и когда захотят. По поводу Тиктока это не так. То есть, если ты захотел рекламировать какой-то бренд, то ты должен создать ролик, согласовываться с официальным ПЦ Тиктока. То есть, без их разрешения твой ролик не попадает в рекомендации, он не залетает. Следовательно, бренду ты становишься неинтересен без ПЦ. То есть, это получается, не блогеры платят, а платят ПЦ. А ПЦ уже дальше платят блогерам. И получается, здесь в ранних площадках, если блогер ставит какую-то установку или свои правила, то здесь, получается, уже у блогера нет свободы и ограничения. Да, они не понимают, но они уже рабы. Они маленькие рабы. И вот они подписывают контракты на ранних стадиях с ПЦ по 5 лет этот контракт. Пусть прокомментируют эксперты. Вы должны понять, берете Тикток и напополам делитесь. Коммерческая часть и некоммерческая часть. Если вы двигаете свой трек, вы можете двигать его некоммерческим путем. Тикток вам поможет во всем этом. Единственное, нужно вас подготовить и так далее. Если берем любую коммерческую историю, вам Тикток поможет. Любая реклама интеграции Тикток, за об этом деньги. Все, точка. А какой процент ты отдаешь детям и себе забираешь? Давайте так, давайте так. Действительно, есть такое понятие, как кабальный контракт. Поэтому мы там тоже ищем на ранних стадиях блогеров, потому что Тикток позволяет увидеть реакцию и увидеть retention rate от реакции. Мы можем примерно оценить, что Тиктокер станет популярным. Сколько процентов забираешь, скажи? Первый год это 70 на 30. В чью пользу? В чью пользу? В нашу. В 70 вашу? Второй год 50, ответите, 30 на 70. Подожди, вы первый год забираете 70% у детей? Серьезно? Почему детей? У инфлюенсеров, в принципе. Охренеть, а почему так много? Не, правда, подожди. Они делают сами контент, они тратят на это усилия. Вы им помогаете только с продвижением и забираете у них 70%. Мы не помогаем им с продвижением. Тем более, тем более, блядь. В чем ценность, да? В чем ценность? В этом вопрос. В Тиктоке вообще ноль маркетинг на продвижение. Если вы вкладываете в Тиктокер, в продвижение в Тиктокера, значит это убыточный Тиктокер. Либо он взлетает по вирусу, либо нет. Что мы делаем? Мы создаем большое пространство для Тиктокеров, свободное пространство, где они могут коллаборироваться совместно. Также мы помогаем действительно и продакшенам, и постпродакшенам и так далее. Каким постпродакшенам? Они сразу все там делают сами. Они все сами креативны. Дело в том, что одним липсинком жив не будешь. Поэтому им нужны очень... То есть они должны прорабатывать качественный контент, который также они прорабатывают. Если вас посмотрите на всех Тиктокеров, которые делают липсин, они все стоят в своей квартире возле холодильника где-то еще. Для того, чтобы выйти в локацию, они выезжают в какие-то торговые центры. Кстати, торговый центр нам пишет, что берите Тиктокеров, которые пляшут в округе нашего магазина. У них нет локаций, где они могли реально генерировать качественный контент. Мы дадим им все для этого. От Хромакеев до заканчивая, там, не знаю, там, какими-то крутыми локациями. Это не стоит 70% все равно. Он же сказал, у него план есть. Два года, 30 миллионов, бля. Поэтому он будет ебаный рот. Есть бренды, которые напрямую выходят сами. Это, опять же, экономия, наверное, на рекламных агентствах. А потом они вам продвигать не будут помогать. Вот вам и придется подписываться. Почему? Нет, нет. Тикток – это обособленная площадка, да? То есть, допустим, если я захотела сделать рекламу, на меня вышел рекламодатель. Я просто делаю и все. Я ни с кем не подписан. У меня нету контракта. Ну, по правилу Тиктока запрещено сейчас. Рекламодатель договаривается с непосредственно с Тиктоком. Амиран правильно говорит, что если они захотят прикрыть вам трафик, то, как они перекроют. Рекламодатель сам напрямую может просто в рекомендациях, я не знаю, увидел страницу, понравилось, увидел количество подписчиков, все, написал тебе напрямую. Ты продаешь рекламу. Ты никому, никакому рекламному агентству ничего не должен. То есть, ты можешь работать как с агентством, так и без агентства, по большому счету. Я хотела сказать по поводу ПЦ, по поводу всех агентств. Это же не единственное агентство, которое существует. ПЦ – это реально, говорю, как есть, как все говорят. Это реальные мошенники, которые просто обворовывают детей. Есть очень много разных других агентств. Вот приведу пример. Сзади стоит это агентство Purple Door. Те, которых вы здесь сейчас видите, они состоят там, не по контракту вообще, не почему. Просто это ребята, которые хотят помогать. Сейчас я вообще немножко разъясню ситуацию. Во-первых… А это вы помогаете, да? Да, это мы помогаем. Сейчас расскажу всю фишку. В принципе, все агентства, это можно назвать экспертами по ТикТоку. Мы там общаемся с ТикТоком. ПЦшники общаются с ТикТоком. Вот этот вот мужик общается с ТикТоком. Мы все общаемся с ТикТоком. Но у нас есть другая фишка. Есть агентства, которые подписывают блогеров. Есть агентства типа нас. Мы удерживаем свои 30%, блогерам отдаем 70%. Себе можем меньше там взять, если 20%. Если мы понимаем, что контракт хороший и нам нужен для репутации, мы блогерам отдаем больше, себе меньше забираем. И это нормальная тема. За счет этого нормальное агентство живет. Блогеры в ТикТоке сами могут снимать. Они сами делают контент. Они делают это охерительно. Они это будут делать охерительно без всех нас. Мы находим им рекламу. За счет чего? Нахрена рекламодателю париться и писать каждому блогеру отдельно? Он написал агентству, у нас хреново туча блогеров. И мы такие сразу им список кинули, там ценники. И с ними договариваемся. На какого-то блогера накидываем ценники, если получается. Блогер получает больше, мы получаем больше. А потом помогаем. Говорим, что можно на это шоу прийти, а можно на это шоу прийти. Вот тут у нас достаточно блогеров, которые из нашего агентства. Они пришли сюда. Мы всех отзвонили, всем напомнили, сказали, что сюда надо прийти. Надо не проебаться. Спасибо, брат. Красавчик. Давайте поаплодируем его. Допустим, я, Женя, мы уже давно как раз состоим в продюсерском центре. Аня, да, и Макс как раз. Я тоже как раз. Я, допустим, со своей стороны могу сказать, что это никакое не обворовывание на деньги. Это, допустим, я создаю контент какой-то, я просто туда вкладываю все силы. И как раз это агентство, оно занимается подбором для меня рекламы. Потому что я не умею общаться с большими брендами. Если что, проценты там не как-то. Да, и у нас проценты совершенно не такие. А какие у вас? А тебе подобрали рекламу? Ну, примерно. У нас, да. И мы рекламу продаем уже с прошлого лета. Ну, я подписан на ПЦ, но в последний месяц, я не знаю, у вас была реклама какая-то от ПЦ? В последний месяц нет. Вот, не было ни одной рекламы. Смотрю, у других блогеров полно рекламы всякой. Почему-то до нас не доходит это. Ну, это уже какие-то внутренние терки приложений именно самого. Я не знаю. Нет, нет, ребят, смотрите, когда пять лет назад, когда я тоже только начинал, все агентства пытались нас всех подписать. Потом мы просто поняли, что лучше быть самостоятельными. Мы начали своих агентов заводить и начали сами продавать рекламу. Вы к этому же придете. Мы не спорим, да. Просто мой вам совет, пока вам сейчас они помогают, это хорошо, но не подписывайте кабальные контракты, вам потом будет тяжело оттуда уйти. Мы просто думаем, что сейчас... Уже подписали, уже поздно, все. А на сколько лет? Пять лет. Как раз эти пять лет приложение и развивается. И как раз, возможно, через пять лет там будет уже нормальный контент, и каждый блогер может существовать как отдельная единица. 30% вы получаете и... Да не 30%, наоборот. В нашу пользу процентов. В вашу пользу сколько процентов? Ну, я не могу это говорить. Хорошо. Вам на чистоту все рассказывают? То есть вам говорят, что мы продали вас за столько, в проценты столько, мы забираем себе столько. Вам так говорят или вам просто говорят, что в 50 тысяч, пожалуйста, делай рекламу? Нет, послушайте. Я не знаю, вот сказали, что продюсерское агентство... Я видел ценник. Но при этом отдать процент этот как раз продюсерскому агентству. А вы знаете, какие цифры там? Нет, не знаю. Вот, то есть получается уже не на чистоту, правильно? И еще сейчас хочу добавить то, что у вас везде у всех стоит одна почта от ПЦ. И мы не знаем, приходят какие-то запросы нам или нет. Могут написать по тебе, а продадут их двоих, понимаешь? Нет, вот как раз я про это и говорю, что сейчас, пока приложение развивается, в основном берут большие бренды и делают рекламу кейсово. То есть не сотрудничать напрямую с одним блогером, а делают именно на всех рекламу. То есть это условно там Яндекс.Такси или Убер там. Так это кейс больше для плюс, для ПЦ, для тебя. Да, но ты при этом можешь сам брать рекламу от бренда, сам с ним договориться и делить процент. Бренды покупают пакетом блогеров много сразу, они почти точно не покупают. Нет, но ты можешь так же, если тебе напишут куда-то на почту твою или в Инстаграм. Откуда ты знаешь, пишут они тебе или нет? В смысле, если они напрямую тебе могут написать? Они не пишут, потому что они видят почту ПЦ. В Инстаграм все пишут. Но бренды никогда не пишут тебе напрямую. У вас у всех, допустим, 100 тикток блогеров подписанных под ПЦ, стоит одна почта и ты даже не знаешь, от кого написали. И они просто предлагают всех. И кто понравится, то ты продаешь. То есть, грубо говоря, они вас вообще не вкладывают и ничего сами не делают. Нет, весь продакшн от них. Продакшн, идея, реклама, съемка. Они все снимают, да. Нет, ну конечно, потому что если они вам дали 50 тысяч, условно, за одну рекламу раз в месяц, то они на вас делают x3. По поводу ПЦ, ну это просто пиздец. Вы на 5 лет подписываете блогера, да? Он за 5 лет просто умрет. Ну как блогер. Он станет неинтересным. Вы его отожмете по полной. Он просто будет ни с чем. Но вы его так отъебываете, блять, что забираете 70 процентов, давая какую-то сраную локацию в Москва-Сити, блять, которую сняли за 300 тысяч, накидали туда подушек, блять. И вы из себя строите ПЦ. Да ребят, вы просто, блять, детей. Ну это бред. У меня вопрос. Жалко, что бомж-юрист, конечно, ушел. Может быть здесь кто-то шарит. Как вообще помочь этим ребятам? Потому что много задается... Никак. Вообще никак. А знаешь почему? А знаешь почему? Спасибо. Потому что когда-то давно я тоже хотел вступить вот в эту всю хуйню в агентство, чтобы меня разъевали. И хорошо. И хорошо, что меня не взяли. Потому что потом бы я пожалел об этом. А сейчас у них как? Они видят, ебать сколько блогеров, все снимают, все хотят, все пиздец, я сейчас разъебу. Как же сделать, как же сделать? Ему предлагают вариант. Он при любой возможности сразу же туда врывается. Не понимая, что он подписывает, кто, мама подписала, не важно. Вот как так и было у меня. Через два года он видит, что его просто разматывают. Через полгода уже. Нереальные суммы парни зарабатывают, которые не пошли туда. Он нахуевает, видит их и понимает, как съебаться оттуда. Никак уже, блять, все. Я тоже читала этот контракт. И там, чтобы выйти из этого контракта, там нужно, короче, количество своих подписчиков умножить на какой-то коэффициент. То есть это такая сумма получится. О чем думали ваши родители, когда подписывали? Моя мама мне вообще сразу сказала, что пять лет это как приговор. То есть точно нет. Это правильно, твоя мама молодец. И ты подписала все равно? Нет, нет, я не подписала. Все. Ты подписывал? Я подписывал контракт на пять лет. Ты подписывал на контракт? Но не в ПЦ. Пописываешь на контракт? Пописываю. И что случилось? Ну там меня наебали на деньги. Я зарабатывал 17 тысяч рублей в месяц. 17? Да, я оплачивал квартиру себе еле-еле. Как ты ушел оттуда? Контракт независимый оказался. Я без родителей подписал, без ничего там. Красавчик, вот вам первый урок. Подписывайте контракт, скажи, родители на работе, дай я подпишу сам его. Ладно, что-то все взгрустнули. Я думаю, это все решаемо. Вы просто поговорите со своими ПЦ. Смотрите, какая сила есть сейчас у вас. Вы, если что, можете всегда вот так объединиться и дать имиджевый удар. И они пойдут вам навстречу. Не переживайте. Просто переговорите. Я думаю, там допником вы все перепишете. Просто разберитесь, что вам дают, за сколько это продают. Немножко копните внутрь. Пусть родители берут юристов, продажников и немножко глубже занимаются этим. Иначе вы так и будете получать 20 тысяч рублей. Амирану, родителям пока не совсем понятно, чем занимается его ребенок. Им не совсем интересно углубляться туда, я тебе так скажу. Как только они поймут, что там деньги больше, чем зарплата, они с удовольствием углубятся туда. Я тебе говорю, уже будет поздно, все будет подписано. Все, в рабы, в наручниках будут работать на те эти компании. Ладно, если что, на крайняк, смотрите, на крайняк. Все соберемся, вторую часть у меня снимем и выебим этот тикток, бля. Давайте на позитивной ноте закончим. Вот вы в этом шарите, да я создал себе аккаунт. Как залить тебе рекомендации? На ПЦ подписываться не буду. Помогите создать видео, я ни хрена не понял. Может кто-то снять, это будет первое видео, я пропиарю свой тикток. Смотри, давай, знаешь, как сделаем? Вот это вот уберем. Сценарист пошел. Кто плохого сыграет из вас, Эдвард или ты? Я плохого. Плохого, смотри. Пример просто, да? Девочка стоит, ты вставай. И, ну, человек пять, шесть, встаньте. Нет, с этой стороны. Он создает свою историю. Здравствуйте. Встаньте. Прям много-много, все-все-все. Нас очень много, правда. Только чуть-чуть подальше. Не тиктокеры, не надо. Короче, он меня толкает, там несколько раз, да? И. И потом мы, короче, такие дерзкие идем на него всей толпой. И. И все? И все? И все. А может, давай я прысну просто раз? Я прысну и все, ебать. Я даже, давай я, я, я про тебя подопленную. В СИИЮЮЮЮЩУЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЕЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ�» Надо сказать им всем спасибо за то, что они тоже что-то стараются, что-то делают. Это новое поколение. Вообще, давайте вам поапланируем и респект. Спасибо, что вы делаете. Реально, это круто. Потому что большинство из них реально делает прикольные какие-то штуки, интересные. Кто-то там социальный, кто-то будет смотреть, задуматься. Поэтому, думаю, в любом случае, это какой-то круто. Немножко, правда, расстраиваешься и думаешь, блин, какой же я старый, я уже не могу это все делать. Я сидел вот сейчас и думал, думаю, как круто, что ты сделал эту программу. Во-первых, сколько людей увидит, что не нужно заключать этот контракт и так далее. Во-вторых, есть поговорка, что если бы молодость знала, а опыт мог, и ты в этом случае очень круто проявляешь опыт и показываешь, и как-то соединяешь, и это очень круто. Я думаю, что эти ребята, которые сейчас растут, будут тебе благодарны и будете коммуницировать и делать. Спасибо тебе. Спасибо вам. Ты тоже как из более молодого. Я как бы вообще-то я, блядь, все это придумал. Сейчас, наверное, так обидно слушать тем, кто подписал уже контракт с ПЦ. Ну ничего, мы их спасем, если что. Пишите мне теперь. Будем вытаскивать вас оттуда. Ты сейчас продемонстрировал, когда я взял ТикТок, ты продемонстрировал то, почему... Свою тупость. Да, почему современное поколение не понимает молодежь, потому что между ними просто колоссальная пропасть. Поколение, которое сейчас молодое, оно в тысячу раз талантливее и умнее, чем мы. Сто процентов. ТикТок нужно рассматривать не как платформа, а как инструмент. Инструмент, где молодежь и ребята себя показывают. Тот инструмент, с которым наше старое поколение, оно уже не может разобраться, как, грубо говоря, наши бабушки с компьютером не разбираются. Есть такое, да. И вот даже сейчас, когда ребята говорили в начале передачи, что ТикТок это деградация и так далее, и только сказали, что можно снимать ТикТок, они сразу с самым первым подскочили и пошли сниматься. Да, это правда, это правда. А чтоб ты понимал, массажист наш, любимый, который всех перемассировал блогеров, он на каждом моем выпуске снимается. Как только ТикТок наберет популярность, а я спад, он будет у всех ТикТокеров сзади стоять и массажировать. Лайк, подписка, колокольчик, вот меня в прошлый раз ругали. Мы сейчас пока поснимаем немножко ТикТоков, попробуем запушить мой ТикТок. А вы поддерживаете это видео, пишите комментарии, что вы думаете насчет ТикТока. Да, есть у него будущее или нет, возможно это мыльный пузырь, который лопнет, как только перестанут в него вливать бабки, мы не знаем. Но сейчас это обсуждают абсолютно все. Спасибо Джавиду, это был спецвыпуск экспериментальный, спасибо Эдику. Спасибо вам, было круто. 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 Весь маразм этой песни в том, что это сатира-песня в пародии на меня, где исполняет ее текила. Пародист тоже. На хера ты ее решил исполнить? Ну я люблю тебя. Спасибо, брат. Спасибо. Спасибо.